Субтитры сделал DimaTorzok Недавно мы сняли подобный формат на нашем канале с Ваней и Бахом, и вам он очень понравился, поэтому мы решили продолжить эту серию, но уже в парах. Поэтому со мной на связи находятся Тёма и Костя. Привет, парни. Привет. Как настроение перед видео? Всё. Very nice. Гуччи. Вы услышали задание, как думаете, кто лучше справится? Думаю, по нулям будет обоих. Согласен. Ну, смотрите, вы переоцениваете мои возможности, там не такие прям сложные вопросы про вас, поэтому я думаю, что по несколько баллов вы точно наберёте. Кто готов стартовать первым? Давай я. Я ready. Хорошо, тогда первый вопрос про Артёма. Первый ник Артёма Папка. Сейчас. Не, ну я не помню особо никнеймов до экзампла, какие у него были. Кто знает, может быть это единственный ник у него, а может быть и нет, кто его знает. Скорее всего, единственный, если какой-то до Папга ник, то я вряд ли знаю. Не, до Папга и не было. Всё окей, я готов. Три, два, один. Сюда, блин. Абсолютно верный ответ. Тём, а какой у тебя ник был вообще самый первый в компьютерных играх сетевых, помнишь? Вот, экземпл я и придумал, и всё. А до этого не было вот этих зашкварных типов? Не, ну зашкварные были, я там обычно ставил всяких кс-профессионалов, никнеймы, аватарки, а потом я решил придумать свой тип и начал так играть. Хорошо, Костя отлично справился, получает первый свой балл. Тёма, следующий вопрос для тебя. Кто по знаку Зодиака? Костя. Ооо, ну я вообще эксперт по знакам Зодиака. Я рассчитывала на это. Осталось вспомнить, когда день рождения у меня, да? Да, да, я решила завуалировать. Это тоже не поможет, знаешь? Ну смотри, если ты знаешь день рождения, месяц рождения, то в принципе мы, может быть, можем с Костей помочь тебе со знаками Зодиака. Может быть, а может и нет. So hard, man. Подсказывать нельзя, да? Ну, если ты хочешь, можешь... На какую букву начинается? Не-не, так не буду, я скажу так, короче, противный знак Зодиака. Неплохо, сейчас все представители этого знака такие, в смысле, алло. Но я могу свой же знак плохо про него говорить, в чём проблема? Ну да, 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 есть такая штука, да. Но мы же гуглом не пользуемся, да? Правда? Нет. Правда, правда. Три, два, один. Скорпион. Спасибо. Сам ты рак, бля, понял? Ты помнишь день рождения, Костя? Нет. Это мы вырежем. В развод. Понятно. В общем, знак Зодиака неправильный, поэтому ты не зарабатываешь свой первый балл. И мы переходим к следующему вопросу. Какой продукт или блюдо никогда не станет есть Артём? Продукт или блюдо? Это вообще любое называй. Не знаю, то он когда голодный, он всё схавает, он сейчас наговаривает. Вообще неправда. Ну, по интонации Тёмы так не скажешь. Мы в отеле там сидим, он всё время что-то кушает. Хочу кушать, там всё попало, всё подряд кушает, всё, что есть. Если кушать хочешь. То после игры, перед игрой. А вот так вот, в обычной жизни. Он приходит в ресторан или там заказывается еду с доставкой. Он такой, нет, вот с этим я есть не буду. А если, допустим, он не угадает, но я всё равно то, что он написал, не люблю тоже? Ну, это может быть балл, да. Три, два, один. Рак, кефир. А, рак, я в смысле, рак, кефир. Кефир, миди. Ты не любишь кефир ни при каких обстоятельствах? Не, вообще нет. Это касается всей молочки или вот только кефира? Кефир. А ряженка? Ну, что, тоже нет, не люблю. Что скажешь по поводу миди? Тоже не люблю. Ну, опять же, я не прям так пробовал. Я не могу вспомнить. Ну, ты когда суши заказывал, там, миди никогда не брал ещё дополнительно? Нет. Ну, вот, значит, не любит. Звучит как аргумент. Кость, а ты знал, что он не любит кефир? Ну, может, про молоко вспомнил бы, но кефир точно нет. Ну, мне кажется, что это балл. Да? Да? Хорошо, идём дальше. Следующий вопрос для Тёмы. Куда потратил первые призовые с турнира? Я куда потратил? Куда, да, куда ты потратил свои первые призовые с турнира? А я знаю ответ на этот вопрос? Ты знаешь ответ на этот вопрос? Он такой, я сам не знаю. Самые первые призовые с турнира? Ну, типа, я знаю, типа, ответ, но несложно. Ты можешь догадаться. Давай, вот это, типа, будет правильно. Окей. Я догадался уже. Мне нравится, что вы сегодня соревнуетесь, но всё равно работаете в паре. Это круто. Готовы? Всё, я готов. Да, да. Раз, два, три. А-а-а, течёт! Какой компьютер? Компьютер у меня уже был. Компьютер апгрейднул. Не-не, я Air Force купил первый. Ладно, я по себе судил. Я, типа, на первый призовый вроде видеокарты купил или что-то такое. Ну, в принципе, да, Костя, так сказал, что ты, в принципе, должен догадаться. И вполне логично, что первое, о чём ты думаешь, это, скорее всего, либо ПК. Да ладно, засчитайте. Компьютер я тоже покупал. У меня много было призовых, и я всё купила. Я купил себе кроссы и компьютер сразу. Ну, ладно, не компьютер, я сейчас купил сразу монитор на 240 Гц. Ну, мы засчитываем. Да, да, ну это тоже было, да. Хорошо, счёт 2-1. Идём дальше. Третий вопрос. Что скажет Артём после топ-1? Вот, скорее всего, вероятнее всего, что он скажет. Можно вариативность? Хорошо. Давай, ты спрашиваешься. Я готов. 3, 2, 1. Бэй, не отправилась. Найс и ещё одну надо. Не, ну он говорит так, ещё, типа, ребята, ещё одну победу надо. Тёма? Чё? Что скажешь? Найс говорю. Ты не говоришь, ещё одну надо. Найс ты говоришь вот прям в момент победы, типа. Ну. А после? А там же вопрос после? Или какой был вопрос? Да, после топ-1. Найс там мы все говорим, когда мы выиграли, мы такие, найс, найс, молодцы. Тёма, засчитывай, мы не засчитывай. Да ладно, не засчитывай, когда гоняет меня. Хорошо, тогда не засчитывай, мы идём дальше. Следующий вопрос. Во сколько Костя начал играть в PUBG? Ой. Сколько ему было лет? В принципе, я думаю, такую инфу будет очень знать. Тебе сейчас сколько? 26? 7. 27, ага. Подут математические вычисления так. Ты вроде с 2017-го играешь. Ладно, напишу так. Ну да, готов. 3, 2, 1. На одну цифру шиваюсь. 22, 21, 22. Ну мне кажется, это балл. Ну это да, это балл. Это балл. Там прям, я на себе на днюху компьютер обновил до того, как начал играть в PUBG. Я вспомнил, кстати, ответ на прошлый ответ про компьютер. Тебе Тёма напомнил такой, на самом деле, братан, ты просто забыл, ты купил себе некроз, а купил компьютер. Передер, и потом залетел в PUBG. И вот мы там, где мы есть сейчас. Еще один балл улетает Тёме, и тогда у нас получается 2-2. Ровненько идем. И наш следующий вопрос. Какое прозвище было у Тёмы в детстве? Ты что погоняла? И Тёма такое что? Как? Какое? Ну очевидно, что это было. Прозвище? Ну да, да, да. Ну ладно, не буду. Ну смотри, не обязательно тебя должны были называть там кабан, либо там бублик. А насколько в детстве? То есть там 15, 20, сколько лет там, 5? Ну можно в детстве, юношестве. Давай так. Давайте. Я ready. 3, 2, 1. Никакое. Сампер. Сампер? Тебя сампер называли, типа, все, кого я знаю. Может, это прозвище. Никакого не было прозвища в детстве, серьезно? Никак не называли? Нет. А как? По фамилии меня называли, и все. И все? Да. Адуванчик. Ну, это не балл, очевидно. Чего? Костя боится больше всего. Может быть, есть фобия. Это может быть как касательной игры, так и не касательной игры. Не поесть мясо. Ну, может быть, рассказывала, какая-то ситуация была. Кто-то боится летать, высоты, глубины, не знаю, змей, пауков. Очень много разных фобий есть. Ну, я написал. 3. Не, подождите. Окей, ждем. Что написать? Сейчас, я догоню по баллам, по-любому. Сейчас такое, у Тёма вся жизнь перед глазами пронеслась. Такая, так, моменты, когда он что-то. Такое, подумаю, да. Это не угадает, я уверен. Я не говорил никому. А это из насекомых кто-то? Ну, ничего себе ты захотел. Давай. Это много фобий, на самом деле. Да, но мне кажется, что это... Прозвищ как бы тоже много у тебя. Прозвищ нет. Мне кажется, это должно быть что-то из общих таких, типа... Ну, не сказал бы. Ну, это общее, ладно. Не, ну, это общее. Могу сказать, типа, недавно это всплывало в новостях. Двойная подсказка. Тёма, ты понял уже? Ну, примерно, не знаю. Мне кажется, это прям жирная подсказка. Если я правильно думаю, то мне кажется, это прям жирная подсказка. Тем более, мне кажется, мы это обсуждали как-то уже в видео. Да, это двойная подсказка даже была. Ну, всё, всё. Итого, три, два, один. Акула, акула. Изи. Это тимплей. Это просто один балл. С чем это связано? Ты когда-нибудь с ними встречался, там, ну, типа, хотя бы видел где-нибудь? Не знаю. Я впечатлительный фильм, у меня фильмы вызывают впечатление слишком сильные. Есть такое, что, да, заплывёшь куда-нибудь и тебя схватят. Я когда один на глубину заплываю, там, метров, не знаю, там, 20, там, от побережья, то всё, типа, у меня вспоминается эта фобия, я сразу назад плыву. Ну, осознание того, что ты абсолютно беспомощен в стихии, в которой она максимально сильная и может сделать с собой всё, что угодно, но это, да, немного пугает. Самая малость. Это только когда я один плаваю, когда я с кем-то, у меня это, я забываю про эту фобию. Хорошо, это один балл для Артёма, и мы переходим к вопросу про Тёму. Странная привычка Артёма, о которой мало кто знает. Ну, из обычных смертных, не про Тимаэтова, а вот из обычных смертных. Я сейчас сам не знаю. Три, два, один. Нет ответа. Выкрикивают непонятные звуки во время игры. Это его привычка. Ну, ладно, это я прикалываюсь иногда так. А, подожди, я думала, ты так стебёшь. На самом деле, есть непонятные звуки? Я думала, что оно даёт какую-то инфу, а вы просто не понимаете. Не-не, там прям непонятные звуки. Какие, к примеру? Ну, это я не могу повторить, не я его крикиваю. Нам нужно записать ваш Тимспик срочно, чтобы увидеть и услышать эти звуки. Тёма, засчитываем этот ответ? Да, пусть будет, да. Пусть будет. Хорошо, Костя. Это ещё один балл. Это крики для поддержания командного духа. Вопрос для Артёма. Как зовут котёнка Костя? О-о-о-о! Кишмек! Это все минус баф. Там-то Кишмек. Причём самое интересное, что... По-любому из-за нимэ какого-нибудь, да? Нет, я тебе ещё... Мы об этом говорили в видео. В прошлом выпуске я об этом говорил. Кто-то не смотрит наши, или даже не участвует в разговорах. Нам показывал Костя, котёнка. Я говорил, как его зовут и почему его так зовут. Японское имя какое-нибудь? Нет, это, короче, из бренда одежды. Там вот возьми первое слово бренда одежды, сократи его. Но есть ещё одна подсказка. Мультик детства. Не русский. И бренд. Никакое, типа. Американский мультик. И там есть этот персонаж. Причём тоже кот. Зачем? Вот это уже слишком серьёзная подсказка. Не-не, я не догадаюсь. Не эксперт по мультику. Там их двое. Там их двое. И чернокожая бабушка. Да? Да. Ну, которые ноги всегда ходят. Вот, у нас не просто интересное видео, у нас ещё и познавательное, образовательное видео. Я не знала. Готовы? Три, два, один. Какой Келби? Келби Хилфигер? Да. Том и Джерри не смотрел? Кельвин Клян, вот блядь. Я пытаюсь вспомнить хоть один детский мультик там, где был Кельвин. Да я не пытался вспомнить мультик даже. Всё, тогда, Тёма, ты не зарабатываешь балл, потому что котёнка зовут Томми. Не старался. Да. Мне не старался, получается. Сколько подписчиков на YouTube-канале Артёма? Давай, открывай. Не, не, мы не используем Google. Да, я думаю, думаю, думаю. Ну, там видосы записывают всякие. Руки на стол. Хайлайты. Да. Ну, не знаю, мне кажется, вот столько тысяч где-то, не больше. Я рейдер. Три, два, один. Ни сюга себе. Ничего себе, ты загнул. Я думал, тебя смотрят люди. Нет, так просмотры есть, но я их не часто выкладываю. Да, последние видео три месяца назад, если не ошибаюсь. Что-то в этом году. Ладно. А до этого видео, год назад. 14 тысяч. 14 тысяч, я помнил. Это вот будущая цифра, которая будет на канале у Артёма, но пока 5,8. Поэтому, к сожалению, Костя не зарабатывает свой балл. И переходим к Артёму. Самая первая фотография в Инстаграм. Что там изображено? Ты подписан в Инстаграме на Костю? Да. Вот. Всё, я нашёл. Наверняка пролайкал все фоточки своему тиммейту. Короче, я тебе могу подсказку дать. Ты там тоже был? Это было... Нет, ты на фотке, тебя нету. Тебя на фотке нету. Но ты там был, когда я эту фотку делал. Ну, я ради. Я ради. Тогда 3, 2, 1. Фотка с первого Лана в Минске. Фото. После фотосессии в Торнадо. Ты там тоже был? Так мы с тобой вместе были. Так после фотосессии в Торнадо, это где? Это мы ездили, короче, в какую-то фотосессию. Я, ты, Аля и Компот, по-моему, ещё. Типа мы там фоткались, по очереди заходили, позировали. И потом, пока ты там фоткался, я сфоткался в коридоре просто. В форме Торнадо. Понял. Тут у тебя до этого не было фоток, в принципе? Или были, я их удалил, я не помню. Ладно. Но это первое. Минус, да. Итого у нас в данный момент ещё 3-3. Поэтому два последних вопроса. Какое оружие Тёма возьмёт в последнюю очередь в папку? Там много таких. Может быть, несколько, да. Пускай будет, ну, может быть, один-два варианта. Вряд ли угадаешь. Ладно, могу сказать ППшка. Почему? Почему? Успокойся. Возьмём. Я тебе могу даже написать... Нет, я тебе могу сказать, что хуже ППшки ты его никогда не возьмёшь. Пистолет какой-нибудь. Ты бы взял бы? Да это не читается. Пистолет и так по дефолту не берёшь. Ну вот, я бы написал, пистолет попал бы. Ладно, ППшка. Ладно, ППшка. Пишу. Что ты пишешь? ППшку, ты же говоришь ППшку. Именно название ППшки? Да. Ну, давай рискнём. Нравится азарт в твоём голосе. Давай рискнём. Готово? Так, это ты бы взял бы. Секунду. Это ты бы взял бы. Это ты бы взял, взял, взял. У меня два варианта, но я вот на этот больше думаю. Давай. Я готов. Три, два, один. Бизон и Бизон. Сто процентное попадание в Бизон. Отлично. Один балл. Какие ещё были варианты, помимо Бизона? Томми Ганн был вариант второй. Не. Бизон самое такое. Ноль дамага в оружии, поэтому... Можно просто удалять из Пабга. Хейчу его. Тогда вопрос для тебя. Что больше всего раздражает Костю в Пабге? Так, ну у меня несколько вариантов. Тёма, ты тоже пиши несколько вариантов. Ну смотри, можно взять самые такие... Вот то, что тебя раздражает, очевидно, скорее всего, и может и Костю раздражать. Условно, может какие-то баги, может читеры. Ладно. Самое примитивное, я готов. Угу. Я готов. И... Я готов. Три, два, один. Пауза между играми. Читеры. Крысы. Ну, мне кажется, почему-то, что крысы тоже, наверное, такая штука, которая довольно-таки сильно раздражает. Да нет, крысы — это же игровая ситуация. Чего мне раздражать? Получается, что... Пауза между играми, когда вот мы по 30 сидим, ждём вторую игру, когда начнётся. Вот это очень раздражает. И читеры — это вот чисто быт, от которого не уйти ни одной игре почти. Угу. К сожалению, они есть абсолютно везде, и с ними очень сложно бороться. И мне казалось, что, типа, это такой самый очевидный ответ, который может быть. Потому что... Я ему дал шанс. Я написал читеры вторые. Получается, что Тёма не зарабатывает свой балл, и в этом невероятном противостоянии сегодня побеждает Костя. Это говорит о том, что Костя немножечко лучше знает Тёму. Когда день рождения, даже знаю у него. Вот, на секундочку. Это говорит о том, что у вас крутая синергия. Ребята, вам огромное спасибо за то, что вы делили время и поучаствовали в моём челлендже, и увидимся с вами уже в следующем видео. Спасибо и вам. Пока. Друзья, вам огромное спасибо за просмотр. Пишите комментарии, как вам подобный формат. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, и ставьте нам побольше лайков. Ну, а с вами был канал NaviPub. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok